Сейчас на Бийском сахарном заводе проводят ревизию оборудования. Инспекторы, которых назначил новый собственник, новосибирская компания Санинвест, должны составить смету вложений, необходимых для реанимации предприятия. Об этом корреспондентам Бийского рабочего рассказали в Краевом управлении пищевой и перерабатывающей промышленности. Там же пояснили, что в этом году запустить завод не планируют. Собственники отложили запуск на 2019 год. В правительстве Алтайского края такое решение связывают с резким падением цен на сахар. Если в 2016-м закупочная цена за килограмм составляла 41 рубль, то в 2017-м снизилась почти в два раза. Сейчас за кило дают всего 21 рубль. Работой дорожников остались довольны, но недостатки нашли. Накануне барнавусские чиновники проехали по новым дорогам, сообщает Политсибру. Один из существенных недостатков – на пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной после дождя скапливается вода. Часть тактильной плитки разрушилась. В целом же дороги, которые ремонтировали в 2017-м году, находятся в достойном состоянии и заключили власти. Между тем, журналисты напоминают, что в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 44 объекта. Все подрядчики уже определены. Ремонт дорожного полотна должны завершить до октября. В краевой столице появится первая зарядная станция для электромобилей, сообщает Банк Факс со ссылкой на сайт правительства Алтайского края. Ее установит компания «Алтаэнерго». Где будет располагаться объект, пока неизвестно. По данным открытых источников, сегодня в Алтайском крае всего 9 электромобилей. Их владельцы уверены, что за такими машинами будущее. Это не только экологично, но и экономически выгодно. Стоимость топлива растет значительно быстрее стоимости электричества. Тем более, что на рынке появляются весьма недорогие электромобили. Татьяна Голубева, Наши новости.